Девушки отдыхают И привыкли за сутки видеть удивляющихся нам местных Мы решили, что они просто с любопытством разглядывают наши европейские лица Так как вокруг одни турки Но вдруг к нам подходит приятель нашего арендодателя И с удивлением спрашивает А чего это вы на улицу бегаете курить? Мы сразу и не поняли суть вопроса И отвечаем, а куда еще? На его лице проступило удивление И он выдает Так в квартире у нас курить можно везде Это не является проблемой Не принято выходить на улицу из дома, чтобы покурить Теперь наш черед удивляться Так что с курением здесь не запариваются Совсем Курят все и везде В квартирах, домах, магазинах, кафе, ресторанах Взвешивают на рынке товар Сигареты в зубах Повсюду курят Это даже как-то непривычно после программы борьбы с курением в России Вот мы в квартире, пора спать В спальне совсем растеплелось Что мы даже разделись до пижам Сон не идет В голове те же тревоги И такой уже привычный страх Кажется, что он врос в нас И стал неотъемлемой нашей частью И без него уже и не знаете как Я про себя попробовала проговорить Отче наш И мне снова стало легче Я уснула Вова опять полночи искал любимого кота Прошла вторая ночь И настало новое завтра Утро За окном все так же сыро и промозгло Пора приниматься за поиски жилья Мы решили разделить обязанности Вова пошел в физические агентства недвижимости А я осталась дома подбирать варианты на местном сайте Сахибинден Ушел Дверь за ним закрылась И квартира наполнилась холодящей тишиной Моя деятельность в отсутствии Вовы Оказалась не слишком продуктивной Так как в одинокой, пустой квартире Меня охватило жуткое беспокойство В голову начали лезть всякие мрачные мысли И я смотрела на время через каждые 15 минут И эти каждые 15 минут казались бесконечностью В один момент Мою голову, как молния, поразила пугающая мысль А вдруг с Вовой что-то случится А вдруг Вова не вернется Или не сможет вернуться Эта мысль нередко меня стала посещать После массовых и безразборных задержаний в РФ за последние полтора года Единственный человек, за кого я переживаю сильнее, чем за себя Я это Вова Боюсь допустить возможность остаться без него А тут, в одинокой стамбульской квартире Эта мысль заколотилась молоточками в висках Я и так полностью разбита Если еще и мои страхи вдруг осуществятся Жизнь тут же оборвется, чувствовалась мне Я с трудом отгоняла эти страхи И каждый раз терпела поражение в своих попытках «Ну что же ты так долго?» «Как долго так там можно ходить?» Я и злилась и тихонько ревела Продолжала смотреть на время Прошло всего 30 минут Всего 30 минут, а будто часа два Успокаиваю себя Страх только притягивает неприятные события Зашла на сайт Мониторю объявления Не могу сосредоточиться Настраиваемые фильтры поиска Постоянно сбрасываются Что за чертовщина? Не буду смотреть на часы Походила по квартире туда-сюда Выглянула в одно окно Потом в другое Вдруг он уже подходит к дому И я его увижу Да нет Времени прошло мало Ругаю себя Пойду покурю Заставляю себя не смотреть на часы Надо взять себя в руки И хоть пару подходящих квартир отыскать А то Вова ходит в сырости и холоде А я сижу в прогретой квартире И не могу выдать Хоть какой-нибудь продуктивности Опять ругаю себя И вдруг стук в дверь Я бегу, теряю тапки Мокрый, замерзший Вова Моей радости нет предела Чувствую себя виноватой У меня не получилось ничего найти Вова рассказывает мне о своих успехах Ну что, ребятушки Наступил очередной день на первокладке Здесь введение у нас осталось дома Смотри, там квартирки А я пошел искать агентство недвижимости Нелегкая задача Как оказалось Никто ожидаемо не говорит Ни по-русски Ни по-украински, ни по-чешски Все по-турецки шпрехают Но Будем добиваться Как-то достигать Нужных цели Я же в это время вышел из квартиры Первой моей мыслью было Где же мне смогут помочь Это, наверное, в туристическом центре Мне хоть что-либо объяснят Нашел на карте ближайший туристический центр Пошел туда Оказалось, что они не работают Они переезжают Но там было две такие заботливые тетеньки Которые мне единственное, что смогли объяснить Это как называются эти самые агентства недвижимости Как они по-турецки называются Ну все, я вышел из этого туристического центра Вбил в карту в поисковик название этих центров Несколько штук мне высветилось рядышком Я пошел по ним По этим адресам Но оказалось, что Это не агентство недвижимости Ну как, вернее, это агентство недвижимости Но они при доме Ну вот, допустим, стоит какая-нибудь высотка И при ней стоит Ну, и при ней находится агентство В котором можно снять квартиру В этом же самом доме И цены там были довольно-таки высокие Около 10 тысяч лир за месяц Ну, я решил, что на этом поиске Не надо прекращать Пошел по улице В какой-то момент остановился перекурить Стоял, курил В какой-то момент ко мне пристал араб Зазывал из туристического агентства Возле которого я стоял Он спросил, что мне надо И я ему сказал, что Мне не нужны туристические услуги Я вообще ищу квартиру в аренду Он меня позвал вовнутрь Мы с помощью переводчика Друг с другом пообщались немножко Он сказал Он дал мне свой номер Сказал, что возможно сможет мне помочь И потом буквально уже где-то через час Он прислал мне сообщение Что я снял для тебя квартиру Прислал фотографии Там были просто пустая коробка Без мебели, без ничего И стоимостью около 7 тысяч лир Вот Когда я вышел из этого агентства Человек зазывал из рядом находящегося агентства Пригласил меня к себе Я ему начал ссывать телефон С яндекс-переводчиком На что он мне сказал, что он по-турецки не разговаривает Он разговаривает только на арабском Пригласил меня вовнутрь Где была девушка, которая почему-то не смогла печатать переводчики на английской клавиатуре турецкими словами И я общался через этого араба как с сломанным телефоном Он немного понимал по-английски Она понимала только по-турецки Переводчик она почему-то не понимала В общем везде по чуть-чуть понимала Везде по чуть-чуть, да, они понимали Ну тоже они мне предложили квартиру за 7 тысяч И вообще сказали, что в Стамбуле меньше 7 тысяч лир Это снять вообще невозможно Что вот она местная И живет сама у родственника Потому что не может снять квартиру за меньшую стоимость В одном из агентств, которые занимались продажей квартир Нашлась девушка, которая согласилась помочь в съеме квартир Она позвонила какой-то русскоговорящей женщине Которая опять же назвала мне сумму 8 тысяч лир за квартиру И сказала, что дешевле здесь не снять квартиру Ну хотя, как впоследствии выяснилось, это оказалось неправдой А мне и похвастать нечем Вова поругался минут 5 Вдвоем дело пошло быстрее На сайте Сахибинден мы находили подходящую нам по цене и району квартиру И писали смс в WhatsApp по указанным в объявлении номерам телефонов Писали по-турецки, используя Яндекс.Переводчик Напоминаем вам про него С ним гораздо легче вести общение на совсем незнакомом вам языке Так, за день мы написали по 20 разным объявлениям В смс указывали следующие данные Пытаясь учесть все детали, чтобы сразу отметать неподходящие варианты Мы писали, мы иностранцы, хотим снять квартиру на длительный срок от 6 до 12 месяцев Необходимо оформление комет Так как в Турции с конца февраля ввели новые правила для оформления комета Согласно которым необходимо нотариально заверять договор аренды совместно с хозяином квартиры И не каждый арендодатель готов на это Несмотря на то, что для владельца квартиры данный процесс не стоит ни единой лиры Однако отнимает у него время И некоторые просто не хотят заморачиваться с этим Также важно учесть одну деталь И уточнять ее у владельца квартиры или риэлтора Если вы через агентство недвижимости снимаете квартиру В квартире никто не должен быть прописан Это важно Так как такая квартира не подходит для икомета Мы это узнали уже несколько позже Но на вашей квартире не было никого прописано Вы это учитывайте В процессе выбора районов выяснили, что не во всех них доступно получение ВНЖ Обычно на официальном сайте миграционной службы Название сайта мы под видео оставим Они вывешивают объявления со списком районов Которые не подходят для ВНЖ в данный момент Так что заходите и смотрите перед тем, как подыскивать себе квартиру Причина таких ограничений в том, что в этих районах случаются перенаселения иностранцами Поэтому там устанавливают ограничения Это одна из причин Есть также номер миграционной службы из Турции Номер 157 Там предусмотрен выбор русского языка И с вами будет разговаривать русскоговорящий специалист Который ответит абсолютно на любые вопросы по поводу икомета Работает он 24 на 7 Так что не стесняйтесь и звоните по любым вопросам Они хорошо отвечают на вопросы Также номер телефона и международный номер телефона оставим внизу под видео В нашем случае районов было много В количестве 14 штук По причине массового наплыва мигрантов из России, Украины и Белоруссии Обычно, в обычные времена они исчисляются в размере от 3 до 5 штук Но мы бы не стали рекомендовать аренду перманентно в районах Фатих и Сеньюр в Стамбуле Так как они всегда висят в списках нежелательных Я связываю это с тем, что данные районы застроены крутыми жилыми комплексами И иностранцы стремятся жить именно там И квартиры в этих районах очень соблазнительные С бассейнами, террасами, спортзалами Да и сами районы в высшей степени благоустроены Находятся в шаговой доступности от моря, набережной Много русских магазинов для соскучившихся по родным вкусам Две квартиры, которые нам ужасно понравились И по цене были приемлемы Как раз оказались именно в этих двух районах Фатих и Сеньюр И как специально нам с легкостью там назначили просмотры на следующий день Несмотря на то, что мы указали необходимость оформления комета И в ответ получали Да, конечно, это не проблема И так обрадовались, что быстро нашли классные квартиры Когда выяснили, что оба района не подходят для ВНЖ Разозлились и послали гневную СМС Отвечающему на той стороне Указав, что мы ведь написали о необходимости комета Как выяснилось позже В этих районах сдачей квартир занимаются риэлторы И с загруженности они толком и не читают СМС А сразу назначают просмотры И на месте уже разбираются с деталями Но в нашем случае времени у нас было совсем немного И некогда его было тратить на музейные разглядывания этих жилых комплексов На поиск квартиры у нас оставало всего 4 дня Так как аренда текущей квартиры уже заканчивалась И цены из-за наплыва граждан РФ Украины и Беларуси Росли просто ежедневно Для примера До всех событий средняя стоимость аренды квартиры в Стамбуле 1 плюс 1 В Турции это считается однокомнатная квартира На российский манер это двухкомнатная Примерно метраж 60 квадратных метров Стоили 1200 лир А в момент наших поисков такая квартира стоила не ниже 3700 лир Но за такую стоимость мы встретили лишь единичные квартиры В основном ценник был от 400 тысяч лир и до бесконечности И ко всему прочему граждане РФ сами завышают ценовой спрос Предлагая за жилье неимоверные деньги Таких предложений как 1000 баксов за месяц аренды такой однокомнатной квартиры Было очень много Откуда у них такие деньги Мы ума не приложим Такое непредусмотрительное поведение Если честно даже раздражает В общем нам назначили просмотры трех квартир На следующий день В ценовых сегментах 3 700, 4 200 и 4 500 лир за месяц Сделаю небольшое отступление Расскажу вам пару историй связанных с этим Первая история Сначала мы хотели снять квартиру В одной из более теплых провинций Турции И переехать сразу из нее в Стамбул Когда мы покупали билеты в России То выбора особо не было Лететь в Стамбул или Анталию Были билеты в наличии только в Стамбул Я решила подыскать что-то кроме Анталии Так как это туристический центр И ценник там абсолютно на все выше Чем в Стамбуле, например Я вступала в тематические чатики в Телеграм И увидела там небольшой город Под названием Мармарис Посмотрела фото в интернете И мне он понравился Вдруг в личку мне пришло смс от одного человека Который представился всем подряд занимающимся мужчиной И упор он делал на то, что времена сейчас непростые И он помогает славянам в поисках квартир абсолютно безвозмездно Сообщил, что в Мармарисе есть хорошая квартира За 6 тысяч лир в месяц Которую он берег для себя и своей семьи Упомянул про своего маленького ребенка Но решил в ней почему-то не жить И вот он предлагает ее нам И даже фото прислал На фото квартира действительно была хороша Просторная, полностью обставленная С хорошей открытой террасой Но что-то меня напрягало Я ему сказала, что дороговата для нас цена Мы в Стамбуле в объявлениях видели дешевле Ранее я здесь вам упоминала уже цены На что он стал распыляться Что 6 тысяч лир это сейчас очень дешево И в Стамбуле еще дороже Те, что в объявлениях Будут сданы по факту, когда вы придете на просмотр Что такие очереди на аренду И что мало шансов снять за деньги Которые указаны в объявлении Я ответила, что может он и прав Таких деталей мы не знаем Он заявил, что придержит нам эту квартиру В Мармарисе за 6 тысяч лир На 24 часа Но нам надо срочно вылетать в Мармарис Мужчина так быстро говорил Так гладко стелил И главное так настаивал на своей помощи Постоянно упоминая о своей безвозмездности Это все вызывало недоверие Мы посмотрели, сколько занимает путь на автобусе До Мармариса Это было аж 12 часов Но он настаивал на самолете И даже прислал нам скрин С местного авиаприложения Где количество билетов Оставало всего 8 штук на завтра Мы объяснили, что купить билеты в приложении Мы не можем Так как у нас нет карты иностранного банка А карты РФ не пропускают иностранные приложения В ответ он предложил нам сам купить билеты А на месяц рассчитаться с ним наличными Тогда я ему пояснила, что там вес всего 11 килограмм на человека А наши чемоданы значительно тяжелее А мы не хотим переплачивать за багаж Но у него на это нашлось предложение Он сказал, что сейчас находится в Стамбуле И утром вылетает И у него нет багажа И готов взять наш багаж на себя Мы все больше стали чувствовать подвох Так как в добрых самаритян мы не верим Поэтому я заявила прямо, что мне нужны доказательства Тому, что он не мошенник На что он заявил, что все понимает Времена сейчас такие И дал номер телефона в телеграм молодого человека по имени Дима Которому он помог и заселил его с семьей в квартиру в Мармарисе Что я могу ему позвонить И он расскажет нам свою историю Что я и сделала Но история Димы звучала так блекло и обыденно Типа познакомились с кафе в Стамбуле Помог вывести деньги с крипто-кошелька Предложил квартиру Приехали и сняли Вот сейчас оформляем и комет Как это должно было меня убедить в чем-то, я не пойму В общем, я написала тому человеку, что нам нужно время на принятие решения Он сказал окей, но времени мало На следующий день он поинтересовался, как у нас дела И сообщил, что квартира сдана Вот это удивление Да и слава богу, подумали мы Так что будьте с этим внимательны Всегда найдутся те, кто попытается заработать на людях Поставленных в трудное положение История номер два Одна арендодательница назначила нам просмотр квартиры в Стамбуле Но вдруг стала просить деньги за этот просмотр Заявляя, что у нее очередь из таких, как мы Она сразу пошла в бан Мошенница, пытающаяся заработать на всем на свете Мошенники есть везде и всегда Это нормально Включайте критическое мышление Оно здорово помогает Относитесь к любому делу с холодной головой Вот и закончился наш второй день в холодном Стамбуле Ужин Новости на ютуб по-прежнему доставляют лишь боль и страдания Пора спать Мысли перед сном все так же мрачные и тревожные По-другому не представляется пока возможным Привычные за два дня повторения «Отчий наш» Вова все по-прежнему не может привыкнуть к отсутствию рядом любимого кота Может завтра потеплеет? В следующем видео мы расскажем вам, как пользоваться сайтом Сахибенден Там много нюансов А также вы услышите продолжение нашей истории Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!